При обращении за начислением ежемесячной выплаты за назначением не позднее 6 месяцев со дня рождения, например, родился в январе, не позднее июля месяца, по истечении 6 месяцев, женщина, обратившись, получает эту выплату со дня рождения. Но если вдруг произошло что позже, то женщина получает ее с момента обращения, допустим, по истечении 7 месяцев, 8 месяцев после рождения ребенка, выплата назначается до достижения ребенком полутора лет. Но в первый раз, если, например, она родила в январе и обратилась в феврале, назначается на год. По истечении года ребенку повторное обращение. Это связано с тем, что поменяется доход. Вот это вот понятно, да, потому что уже с, ну, допустим, в январе родили, 18-го года, в январе 19-го уже будет браться в расчет предыдущий, 18-й год, не 17-й. И вот здесь вот повторное обращение. То есть необходимо, мы рекомендуем обращаться все-таки, ну, с тем, чтобы в полном объеме получать в течение полутора лет, не позднее 6 месяцев с даты рождения ребенка, но если есть какие-то остальные случаи, то законодатель тоже предусмотрел, что со дня обращения. Следующий момент. Какие документы несет и куда? Женщина, ну, в иных случаях, там еще законодатель описал, ну, могут быть такие ситуации, например, в случае смерти женщины, там, опекун, отец и так далее. А так у нас с вами женщина. Обращается в орган социальной защиты по месту жительства. Вот где живем, туда и обращаемся. Первое. Свидетельство о рождении, усыновлении ребенка. Сегодня мы с вами знаем, что в республике Татарстан реализована возможность получить свидетельство сразу же, пока женщина находится в перинатальном центре, либо в родильном доме. То есть такая услуга есть. Вот это вот свидетельство о рождении. Второе. Документы, содержащие сведения о доходах всех членов семьи. То есть на каждого, на папу, маму и, ну, на ребенка еще пока нет, доходы папы и мамы. Понятно, что это справка с места работы. Но мы с вами уже предполагаем, что вот та сумма, которой мы ограничены, 41 139 рублей, все-таки это молодые семьи, где, например, только один член семьи работает, либо это все-таки студенческая семья. Поэтому, говоря о справке о доходах, это справка о стипендиях, стипендиях аспирантов, стипендия, например, в системе среднего образования. Если это ВУЗ, то справка по месту учебы о том, какой размер стипендий выплачивается данному гражданину или гражданке. И, соответственно, справка с места работы о заработной плате. И вот, учитывая, что сейчас уже в январе родившись, ну, условно мы с вами берем, например, 1 января родился ребенок, то, как правило, в роддоме 5-6 дней, то есть практически к выписке будет готов ребенок с мамой, ну, давайте вот заложим неделю, 8-9 января. И мы сегодня отработали с советом ректоров ВУЗов, со всеми высшими учебными заведениями, со всеми учебными заведениями по линии Министерства образования, начального профессионального образования, средними образовательными организациями, с тем, чтобы бухгалтерии были нацелены на, ну, такую бесперебойную работу в части своевременной выдачи вот в этих справок по фактам обращения. Ну, мы же сейчас уже понимаем, что у нас, кто может родить в январе, в феврале, вот, допустим, мы с вами учебная организация, мы же можем представлять, кто у нас на шестом, на седьмом месяце, ну, по крайней мере, в связи с выходом в декретный и оформлением всех тех учебных вопросов, как правило, бухгалтерия понимает, кто из студентов и родит, ну, условно говоря, в январе, и, конечно же, мы попросили с тем, чтобы вот эта вот работа была организована достаточно четко. Ну, вот справку об, значит, стипендиях, о доходах, ну, о доходах, это уж понятно, в бухгалтерии по месту работы. И следующий документ – это паспорт. Гражданка сама обращается с женщиной, это ее паспорт. Все остальные документы, связанные с выплатой социальных льгот, ну, может быть, семья, допустим, получает какие-то иные выплаты, мы будем запрашивать в рамках межведомственного электронного взаимодействия. То есть то, что предоставляет государство в виде каких-то выплат по линии соцзащиты, вот эти документы нести не надо. Далее, значит, мы обратились, документы принесли и, соответственно, обязательно с паспортом. И для удобства второй момент. Помимо того, что мы отработали вопрос, связанный с организацией выдачи своевременных справок о доходах и прочее, самим роженицам мы подготовили памятки, которые будут выдаваться всем тем, кто родил после 1 января. В перинатальных центрах, в родильных домах всех муниципальных образований. Данные памятки как раз содержат сведения, понятно, что они будут выдаваться тем женщинам, кто первого рожает. У нас справка медицинское свидетельство соответствующей формы содержит эти сведения, то есть мы понимаем, что у женщины это первые роды и, соответственно, первый ребенок. Вот эту памятку мы будем раздавать во всех учреждениях родовспоможения. И третий момент. Также для удобства и для проведения консультации. Мы работаем, органы социальной защиты, с 3 января в режиме дежурства. Несмотря на то, что это выходные дни, с 9 до 2 часов можно обратиться и по телефону в свой отдел социальной защиты. Может прийти и папа для того, чтобы получить консультацию. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство Татаринформ.